Итак, мы начинаем разблокировку грудного отдела и перехода в тазовые кости лежа на столе с человеком, который до этого уже прошел массаж и был разогрет. Если вам нужно это делать достаточно быстро, и вы увидите, что человек в принципе пластичный, то вы можете его разогреть постукиваниями и прожиманиями. Вот иной раз я использую теплое полотенце, либо простынь, подогрел бы на калорифере или специальной комфорте есть, настилил человека, они сразу такие, ооо, как тепло, хорошо, и дополнительно большие глупы мышц встряхнул, промял, так называемый такой верблюжий захват, ну как верблют пожевал вот эти вот ткани просто, да, через полотенце. Раз, два, четыре, кулачками пробили, а мы будем работать с тазом и с грудным отделом позвоночника. И после этого, ну как бы взбодрился человек, сразу вздохнулся, да, после этого начинаем проверять, раскачивая, раскачивая тазобедренные кости, смотрим, идет ли волна вверх, к голове, такое, такая быстрая диагностика. Ну вот, подвижно заканчивается здесь, вот тут еще уходит кости, да, ну вот этот участок неподвижен, и вот этот неподвижен. Вниз смотрим, ну, вроде бы все подвижно, до пятки он шатается, да, можно начинать раскачивать тогда вот отсюда, от этого места. Так, вниз волна идет, все хорошо, вверх, вот этот участок слабый, вверх не идет, значит, знаю проблему у него вот отсюда. Нажимать сейчас мы будем по диагонали, скручивая его по спирали, упираясь таким образом, что одна рука с одной стороны упирается в гребень подвздошной кости, вот он тут упирает, а с другой стороны мы будем упираться в реберную дугу, если правильно мышцы подобрать, то вот вот этот вот косточки, да, вот в них мы не будем упираться. Для этого мы лопатку и это двинули в сторону, чтобы упираться не в саму лопатку, а именно вот в это вот сочинение. Реберно-позвоночный переход, тут они стыкуются, реберно-позвонками. Так, вот сам прием теперь, теперь уже подошли к приему непосредственно. Встали пошире, между этими точками приложения наш корпус должен висеть, соответственно, посередине, то есть мы готовимся к тому, что будем вот так вот нависать над ним. Желательно давить прямыми руками, чтобы была такая ударная такая техника. И давить будем, соответственно, в противоположной стороны. Тут я раскручиваю приземцы вот туда и в сторону, здесь его ребра, бозоночко скручиваю сюда и вперед. Но перед раскруткой, я вам говорил, нужно всегда сделать дополнительное раскачивание, чтобы поймать его предел, где вот он уже дальше не может. Вот, раз, тут уже дальше не может, да? Ну, вниз уже не идет, не качается. Вот там в плече, вот этот же ловец в предел. Оп, вот, еще ниже не идет. И так, делайте быстро. Вот я раскачал, поймал, на выдохе. Прошелся с этой стороны. То есть, смотрите, вообще, ну, те, кто сейчас входит из пациентов, они знают, что все делается на выдохе, да, все, то есть мобилизации. А так, я предупреждаю или своим выдохом, как бы подсказываю, давай выдыхай вместе со мной. Ну вот, вот было, да? Со второго раза. Да. Вот тут целый ряд хрустнул, тут хрустнул. Тут есть нюансы. Если мы хотим, чтобы разблокировка произошла в грудном отделе, да, мы больше свое внимание, куда внимание, там все это и происходит, выкладываем сюда. И, соответственно, рывок делаем, вес тела переносим именно больше на эту руку. Если хотим, чтобы разблокировка была в нижнем поясничном отделе, то переносим внимание туда и рывок делаем именно там, больше, именно в этом месте. Ну, можно и симметрично с двух сторон. То есть, разблокировка может быть в позвоночнике и в ребрах вот с этой стороны. Переходим на другую сторону. Не надо обходить вокруг человека, сразу просто поменяли руки. И с этой стороны так же вот, раскачали. Я сейчас не буду нажимать, я просто покажу, как это делается. Прием похож на то, что мы вот делали, когда скручивали его немножко вот так вот. С этой стороны и с этой. Это вот делается во время массажа, посмотрите наши предыдущие видеоролики. И, соответственно, если в тот момент, когда мы так его скручивали, да, у нас не произошло хруста, то мы просто подготавливали его тело для следующих вот этих приемов, да. Когда я начинаю раскачивать тело, можно раскачивать в ребра, вот так вот толкать, да. Но если есть сколиоз, выходящий в вашу сторону, например, в данном случае вправо, да, то прямо я в позвоночник, в осисти отростки упираюсь, и прямо вот их начинаю раскачивать. Вот, вскачал волну, поймал, и надавил. Я специально в этот момент, если хотите, поставьте на замедленную прокрутку или на паузу. Вы поймите, что вот этот момент ловится. Я специально брал руки, чтобы вы увидели, что тело продолжает качаться. То есть я его раскрутил, оно продолжает двигаться. Опа, я поймал момент, и в этот момент нажал. На самом деле, все без отрыва рук, конечно, происходит быстро. Человек худенький приходит, там даже на одном выдохе, вот, пожалуйста, говорю, выдох. Раз, два, два, четыре. Четыре прохода сделал, и все, все пропустело. Человек плотный, да, его надо посильнее, вот, например, вот в этом месте, да, чувствуется, что нужно. Дополнительно выдох. И потом нажимаете. Ну, и так же, соответственно, в эту сторону. Упоры в его кости и ребра лучше всего делать, если косточка, да, то зажимать ее между подушечками и ладоней, либо целиком всем запястьем мы упираемся. Следующий нюанс. Вот такой. Мы работаем только со сброской поясницы. Для этого ставим руки накрест, и, соответственно, эта рука только держит ребра противоположные. Раскачиваем мы его за ту же самую воздушную кость, вот, до предела, вот, дошли, да, и в этот момент будет наша мобилизация. А эта рука просто придерживает. О, вот только что тут произошла, да? Тереди. Нормально. Почувствовал. А ты слышал, да? Да. Вот. И так же в другую сторону, то есть меняем крест на крест руки вот так. Это рабочая рука, вот мы раскачиваем. И в момент, когда вы поймали, вы придерживаете ребра. Вы на них не давите, а просто держите их на месте. Упор сюда ведет. Так. Ну, отдельно моменты скрутки мы еще будем проходить. Еще вот по поводу этого приема. Я вам скажу, вот такое есть. Такое есть продолжение. Да, открою дверь пока. Ну, запись мы не будем прерывать. Берем за подвздошную кость спереди и раскачиваем его на себя. А давить будем в реберное позвоночное сочленение. Да там открыто, там дверь вообще открыто. Просто открой. Нет, подъезд. Он здесь, здесь уже стоит, вот за дверью. Ага. Да, да, да. Там вообще открыто даже. То есть, смотрите, это в принципе то же самое, да, только идет более пластичная работа. Если вы почувствовали, что не дожали, не надавили вот в эту сторону, да, тогда берем его за бедра спереди. Только берем так мягко, но надону кладем, чтобы не пережимать и сильно не, на лимфоузды не надавливать. Вот, раскачали. Опять же, таким же методом раскачиваем и потом... Продавили. Если у человека сколиоз, можно, в принципе, даже абортиста-отростки давить с противоположной стороны. И так же делается и с противоположной стороны. Вот, получилось у нас сейчас три приема, да, которые мы с вами... Друзья, те, кто присутствуют на тренинге, сейчас будем отрабатывать друг на друге. А если вы нас смотрите, только по видеороликам, изучаете, ну, бог вам в помощь. На практику, если хотите попасть, приходите к нам на тренинг, а так, ставьте лайки. До новых встреч, дорогие друзья. И не забудьте подписаться на наш канал Академии телесориентированных практик.